Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Как турагенты обманывают ульяновцев и как уберечься от мошенничества, вы узнаете в этом выпуске. По данным аналитического центра на ФИ, 82% наших соотечественников сталкивались с мошенниками за последние два года. 29% задержанных за мошенничество продавали фальшивые товары и услуги, в том числе и туристические путевки. О качественном летнем отдыхе мечтают многие. Однако поехать в отпуск в условиях западных санкций становится все сложнее. Цены на путевки растут, а некоторые направления и вовсе закрыты. Этой ситуацией пользуются горе-турагенты, которые обманывают людей. За последние несколько лет в Ульяновской области произошло несколько скандальных случаев мошенничества. Ульяновской осуждена псевдо-турагент от преступных действий, которые пострадали 12 семей. Мошенница собирала информацию о семьях, которые планировали провести отпуск на курортах Черноморского побережья. Встречаясь с потерпевшими, она делала акцент на якобы наличие у нее устойчивых деловых связей в региональном отделении здравоохранения, Министерстве здравоохранения и профильных учреждениях города. Это, по доводам женщины, должно было ускорить оформление путевок. После этого злоумышленница предлагала приобрести туры по заниженной стоимости. В результате с марта по июль 2015 года она причинила ульяновским семьям ущерб свыше 500 тысяч рублей. Суд Ульяновска признал мошенницу виновной и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Случаи мошенничества в Ульяновске встречались и в турагентствах, которые ранее продавали настоящие путевки и имели отличную репутацию в городе. Но в какой-то момент решили получить легкие деньги нечестным путем. В 2017 году директор туристического агентства осуждена за хищение денежных средств клиентов. Руководитель фирмы неоднократно заключала договоры по организации заграничных поездок, в том числе и в рамках образовательных программ. Получив денежные средства от клиентов, она раскрывалась и распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате действий подсудимой потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Ленинский районный суд приговорил мошенницу к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей. Однако наиболее жестким стало дело этого года. Турагент украла у ульяновцев 4,5 миллиона рублей. Суд назначил мошеннице более строгое наказание. Жительница города Ульяновска была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Преступление она совершала с октября 2019 по июль 2022 года. Пострадало 42 клиента, большинство из которых приобретали путевки на семью. Несмотря на то, что такие ситуации происходят регулярно, общая сумма убытков обманутых клиентов растет с каждым разом. Поэтому проблема остается актуальной. Как уберечься от мошенников, мы решили спросить у эксперта, руководителя Ульяновского отделения федеральной сети туристических агентств Елизаветы Шедышковой. Елизавета, здравствуйте. В этом году вы были на Всероссийском конгрессе туристических агентств. Расскажите, пожалуйста, затрагивалась ли там тема мошенничества и каким образом? Да, здравствуйте. Да, действительно, мы были на пятом Всероссийском конгрессе турагентств, который прошел в Москве. И данная тема, она очень актуальна. И, конечно, она затрагивалась как одна из самых главных тем, потому что во многих регионах нашей страны, к сожалению, встречаются факты мошенничества. Были, в первую очередь обсуждались вопросы по решению данной проблемы, да, как предостеречь наших туристов, уберечь от мошеннических вот этих вот действий. А сталкивались ли ваши клиенты с мошенниками и каким образом они себя проявляли? Да, конечно, сталкивались, к сожалению, да, и уже не первый год мошенники, так скажем, орудуют, и часто это в начале сезона туристического. В первую очередь это соцсети, то есть когда туристы пишут под постами, под информационными какими-то или рекламными постами, они пишут, задают какие-то вопросы, и дальше уже берут это не наши менеджеры, а мошенники. Они переводят денежные средства на какой-то там кошелек электронный, да, где они не могут проверить ни реквизиты компании, да, ни куда-то позвонить. То есть просто перевод и все. После того, как они денежные средства перевели, соответственно, страницы блокируются, и денежные средства уходят в никуда. И дальше уже не перед покупкой тура, да, а после покупки тура, так скажем, уже переведя денежные средства в никуда, они звонят нам и говорят, а работает ли у вас такой-то турагент, с которым мы сейчас поработали и оплатили некую сумму денег. И еще хочу добавить про сайты, да, так называемые официальные сайты. Обычно это, как правило, разница с нашими ценами где-то 10-20 тысяч рублей. Они на это, опять же, так скажем, клюют, да, и начинают оплачивать через этот сайт. Но после того, как они оплачивают, происходит то же самое. То есть сайт растворяется, реквизитов нету, звонков нету. Также руководитель Ульяновского турагентства рассказала нам, как не попасться на удочку мошенников. Прежде чем идти в туристическое агентство, проверьте его в реестре tourism.gov.ru. При оформлении путевки узнайте в реестре, какие гарантии предоставляет туроператор. При подписании договора убедитесь, что все реквизиты соответствуют той организации, в которой вы приобретаете тур. После подтверждения вашего тура обязательно возьмите номер заявки у менеджера и проверьте ее на сайте туроператора. После полной оплаты возьмите туристический ваучер. Так что будьте внимательны при выборе туроператора, чтобы насладиться отдыхом. Могли вы, а не мошенники за ваш счет. На этом у меня все. До новых встреч. До новых встреч.